Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Премьеры». Немецкий драматический театр Валматы в очередной раз удивил и порадовал своих поклонников. На этот раз театр представил на суд публики спектакль «Господин и госпожа Пинчем», поставленный по произведениям Бертольда Брехта. Примечательно, что эта постановка является дипломным выпускным спектаклем студентов немецкой театральной мастерской, которой руководит режиссер Наталья Дубс. Иметь в репертуаре спектакль, поставленный на материале знаменитого создателя эпического театра, мечтают, вероятно, многие. Но вполне соответствовать брехтовской стилистике могут далеко не все. Немецкий театр на это решился, и при этом режиссер использовала молодость своих артистов не как недостаток, а как главное их достоинство. Прежде всего, немецкий театр, и в репертуаре немецкого театра нашего, казахстанского, на мой взгляд, должен быть проект на немецком языке, конечно. Когда я думаю о том, что предложить театру, то есть, каков будет следующий автор, конечно, я прежде всего полагаюсь на состав. И сегодняшний состав немецкого театра, он очень молодой. И выбор пал именно на эту пьесу, потому что действующие лица позволяют вот в этой пьесе быть молодыми. Артисты, занятые в спектакле, не просто молодые, они еще студенты. И хотя прошли уже почти полный курс обучения, во время которого также принимали участие в спектаклях театра, все же актерского опыта у них недостаточно. Что, впрочем, с лихвой покрывается энтузиазмом и готовностью неустанно учиться у своего мастера и режиссера спектакля. У нашего театра есть договор с Академией Жургенова о дуальном образовании. И вот студенты немецкой группы, которую мы специально набираем для нашего театра, они проходят свое творческое становление свое актерское, профессиональное, человеческое на базе театра. Мы посещаем пары общеобразовательные в университете, а вся практика проходит в театре. То есть с самого первого курса мы присутствуем на репетициях спектаклей, где-то участвуем и полностью репетируем в театре. И обучаемся актерскому, сценической речи, всему в театре. Вы обремляете, соединяете лопатки, выгибаете свои руки, локти. Вот здесь у вас под мышками немножко должен быть воздух. Потому что сейчас вот эта вот вялость рука, вот этот вот, чуть-чуть кругловато, и ручки, плечи не поднимайте, нет, не поднимайте. Поскольку мы студенты, у нас нет такого большого опыта. И для того, чтобы как бы облегчить нам какую-либо роль, игру, нам нужно, как бы подсказывает Наташа, что сначала как бы физикой нужно почувствовать это, то есть в зависимости от твоей роли, сначала физикой, а потом уже внутренне оно придет к этой физике. То есть тут у тебя должно стыковаться, чтобы все понимало. А то, что вы наблюдали, допустим, сцена из проекта «Свадьбы», это, допустим, чисто пластическая сцена на взаимодействие с невидимым предметом. Как бы поэтому там только физика, плюс характер она добавляет, чтобы вы были отдельными личностями, чтобы было интересно наблюдать за каждым по отдельности. Но если ты не видишь, Иван, что ты сейчас несешь? Картошка с курицей, картошечка с курицей. Ты с ней, ее чувства, тогда тебе не надо будет думать, как ты идешь. Картошечка с курицей, картошечка с курицей. И прямо разговаривает, поставит. Молодец, картошечка с курицей. Мне показалось, что это очень правильно выбрать эту пьесу для дипломного спектакля, потому что сам формат пьесы, он позволяет и дает возможность студентам раскрыть многие свои компетенции. Действительно, студенты смогли использовать и раскрыть в работе над пьесой Брехта многие компетенции, полученные в ходе обучения и задолго до того. Конечно же, в этом немалая заслуга Наташи Дубс, на курс которой стремились попасть многие ребята. Я учился в физико-математической школе, и казалось бы, зачем, зачем идти в театр после столь серьезного образования? Ведь можно пойти на более престижную профессию в данный момент, более необходимую. Так уж сложилось, что я случайно попал на актерские мастер-классы в детстве, и это привело меня сюда. Благодаря этому я сейчас здесь. Я безумно люблю этот театр, и хочу, чтобы часть своей судьбы я свел с ним. У нас с нашим мастером такие близкие отношения, она каждому очень индивидуально подходит. И то есть образуется такая у нас атмосфера, очень, не знаю, семейная. И то есть вы друг другу прислушиваетесь, помогаете. Это, наверное, первый спектакль, в котором было прям очень комфортно. Потому что для меня это реально уникальный спектакль. Там очень много свободы. Свобода для размышлений, для воображения, фантазии. И вот Наташа нам как раз-таки ее дает, чтобы мы дальше двигались. То есть это, мне кажется, незаконченный спектакль. Он еще должен родиться у нас. Брехт, конечно, не самый простой автор, особенно для начинающих артистов. Ярый последователь так называемого эпического театра, драматург предлагает слияние действия с эпическим повествованием от лица автора или другого нейтрального персонажа. Камень падает на землю именно так, а не иначе. Но отчего человек, бросивший камень, поступает именно так, а не иначе, этого они не знают. И потому они могут справляться с димитрисениями, но не ведут, как подойти к себе подобным. Всякий раз, когда я плываю с этого острова, я боюсь, как бы корабль не попал в бурю, не затонул. Но в действительности я боюсь не моря, а тех, кто мог бы вытащить меня из воды. Эффект отчуждения. Вот по нему мы работали достаточно продолжительное время, чтобы просто его понять, размять и как-то научиться использовать. Все свои пьесы Брехт сначала писал для своих студентов как упражнения этюдные. То есть это такие были диалоги. И чем еще ценен автор этот Брехт, что для актеров это просто, знаете, это гигантское поле для фантазии. Он просто тебе предлагает обстоятельства, говорит, куда это все может прийти, и ты вот сам ищешь этот путь, то есть ты сам идешь. Все мне посматривали цвет трагедии в том, чтобы возбуждать зрителей страх и сострадания. И теперь это была бы достойная цель, если бы под страхом понимали страх. Режиссер пошла немного дальше и вложила в уста персонажей, авторов, еще и теоретические высказывания о природе театра и его миссии. Вообще, одна из самых любимых произведений Брехта – это вот «Покупка медии», где некие персонажи рассуждают о театре как таковом и спорят о принципах и способах существования актера на сцене и зрителя. То есть как воспринимает или как должен воспринимать зритель театр, спектакль. И я подумала, а что, если вот нам как раз-таки на примере Брехта поразмышлять самим о нашем собственном театре. Конечно же, дело не обошлось и без знаменитых брехтовских зонгов. Для артистов это было еще одно испытание на профессионализм. У нас все поющие, можно в кору сделать пластика, танцы. То есть мы не танцоры, но если нужно, то мы можем какой-то там танец, танго или что-то еще сделать без проблем. Это большая радость говорить на языке Брехта. И сама история там, она очень… она несложная. Там есть взаимоотношения людей. И, безусловно, каждый из них в силу обстоятельств, которые там складываются, он делает выбор. И Брехт, мы знаем, он же известный моралист, и вот его персонажи, они насыщены этим. И очень интересно видеть, как вот в пространстве этой пьесы, вот в этом мире, которую создал Брехт, как борются друг с другом позиции. Взяв за основу трехгрешовую оперу Бертольда Брехта, Наташа Дубс наполнила ее дыханием сегодняшнего дня, взаимоотношением отцов и детей и другими острыми вопросами. Поэтому и назвала свой спектакль иначе, а именно «Господин и госпожа Питча». Это актуальная тема. Допустим, отцы и дети, вот эти взаимоотношения в семье, то, что «Будь добр к чужой беде». «Если я дам свою дочь последнюю опору моей старости, как рухнет мой дом, и последняя собака от меня убежит, да, я и так уже рискую умереть голодной смертью. Если нам хватит одного полена на зиму, то, возможно, мы доживем до весны. Может быть!» «Да что и говорить! Это нам награда за все!» «Я схожу с ума и выйдем! Две рюки какие-то!» «Когда мне дали роль, я удивилась, потому что я вот не думала, что именно буду матерью, госпожой Питчем. Но мне нравятся характерные роли. Потому что когда я проанализировала пьесу, почитала, то есть я поняла, что это характерная, интересная роль, в которой есть где разгуляться, так сказать. Не обошлось и без форс-мажорных ситуаций. На удивление, молодые артисты справились со всеми обстоятельствами непреодолимой силы спокойно и профессионально, как опытные артисты. Была проблема в том, что я немного не понимала, каково это петь актерски именно. Потому что это отличается от академического вокала, который нам преподавали в академии. И вот эту задачу я, наверное, еще не решила, но когда-нибудь точно получится. Свои задачи, актерские и личностные, решал и Владислав Литвинов, перевоплощаясь в Матиаса, помощника главного героя, бандита Мэккиноша. Он является частью моих личностей внутренних, я бы сказал. Потому что его поведение, в принципе, в некоторых местах очень характерно для меня. И первое время я даже немного отрицал этого персонажа, потому что не мог породниться с ним. А как говорится, то, что мы не любим, чаще всего присутствует в нас самих. Поэтому так уж вышло, но я свыкся с этой мыслью и вот действительно полюбил этого персонажа. А сам исполнитель главной роли Зангар Ахмед Хазы демонстрировал чудеса ловкости и отличную физическую форму, с легкостью совершая акробатические трюки и распевая при этом песни. В детстве я занимался спортом. И для меня это было как-то, как сказать, ну не тяжело, а вот, ну я и умею такое. А вот Анне Грушницкой, исполнительницей роли Полли, невесты Мэккиноша, эти сцены дались не так легко. Я поборола свой самый главный, наверное, страх, это вот вокал и высота. Потому что если я пела, то я пела в основном в хоре, и то есть мой голос не было слышно. А тут в микрофон, тут полный зрительный зал, то есть я прошла прям вот эту вот стадию этой боязни. И, конечно же, высота, вот сидеть на этой самой высокой лестнице, когда я первый раз забиралась, мне было очень страшно. У меня нарожали руки, и я просто не могла сконцентрироваться вообще ни на чем, кроме высоты. Ты вообще у этого типа целая куча шел. Вот когда его повесят, того и гляди, объявится целая тюжина слов. И у каждого будет еще молоденец на руках. Сидя. И потом, спустя там 4 репетиции, 5, ты уже не боишься залезать наверх, ты не боишься прыгать по клетке, ты не боишься петь и ошибиться, сфальшивить, потому что все это можно как-то переиграть или уйти в какую-нибудь актерскую игру. То есть потом ты просто выходишь на сцену, и у тебя падает камень с плеч, и ты думаешь, все получится. Даже если я упаду, ничего страшного не случится. Вместе с тем, в этом спектакле нужно научиться не только примерить на себя личность своего персонажа, но и, следуя брехтовскому эффекту отчуждения, выходить из образа и давать беспристрастную авторскую оценку происходящему. Некоторые артисты при этом исполняли сразу несколько ролей. Я играю роль конференсье и играю роль филча, а также еще бандит. Итак, лицензии выдаются только профессионалам. Каждый, кто собирается нищенствовать в этих районах, должен выправить лицензию у Пичима Энкорда. Да, иначе не будет отбоя от жертв собственных страстей. Господин Пичим, всего несколько шейдингов разделяет меня от полного разорения. 50% выручки еженедельно, а с экипировкой 70%. Просто помогает то, что они очень разные по своей пластике, как они говорят. Они абсолютно разные, как два персонажа, поэтому достаточно легко между ними можно перемещаться. Конечно, моя задача была раскрыть студентов одну из сторон, которые они уже ощущают, что они уже умеют. При этом режиссер не забывала и о зрителе, вводя в структуру спектакля теоретические сентенции о разных способах существования актера. Такой своеобразный ликбез о природе эффекта отчуждения. Требует понимания и знания важнейших общественных процессов человеческой психики. Здесь имеет место, конечно, и творческий процесс, но он проходит гораздо выше в сфере сознания и не эксплуатирует психику актера. Мы пытаемся существовать в разных эстетиках, в разных формах, в разных способах для того, чтобы получился такой синтез. Соединив в своем спектакле несколько произведений Брехта, смешав разные школы и техники, режиссер Наташа Дубс пыталась говорить со зрителем о вещах злободневных и актуальных. Потому что театр по своей природе не может существовать как башня из слоновой кости для избранных, иначе эта башня неизбежно превращается в железную клетку. Мне очень хотелось, чтобы зритель вместе с нами побывал вот как бы на такой, знаете, как такое открытый, как открытое обсуждение, такой процесс. Вот сейчас вы видели, и как это, про что это, так это или не так, а как. То есть, да, то есть мы задаем вопросы, но ответов мы не даем. Немецкий театр Алма-Аты имеет свое неповторимое лицо на театральной карте Казахстана. Экспериментируя с формой, воспитывая новое поколение артистов, способных воплощать самые смелые идеи режиссера, театр остается верен главной своей задачи – говорить со зрителем на равных, о главных вещах, которые не перестают волновать человечество. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире телеканала АБАЙ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова